День веков хронограф Для вас ее проведем мы, я Юрий Смирнов И я Юлианна Шахова 13 декабря 1873 года в Москве в купеческой семье на свет появился русский поэт-модернист Валерий Яковлевич Брюсов Учился он сначала в частных московских гимназиях, затем поступил на историко-филологический факультет Московского университета Который окончил в 1899 году Но еще в 1894-1995 годах вышли три сборника стихотворений «Русские символисты», в которых были представлены в основном стихи самого Брюсова под разными псевдонимами Критики встретили сборники насмешками Но Брюсов упорно продолжал работу по перенесению приемов новейшей французской поэзии «Варлен», «Маларме», «Лафорг» на русскую почву Обладая большой эрудицией и исключительным трудолюбием, Брюсов выпустил свыше 80 книг, стихов, прозы, критики и переводов Брюсов приветствовал Октябрьскую революцию и в 1920 году вступил в коммунистическую партию В 1921 году он создал и возглавил Высший литературно-художественный институт, предтечу нынешнего литературного института Он был видным специалистом по римской поэзии, французскому символизму, теории русского стиха Известен как выдающийся переводчик Особое место в его творчестве занимают переводы армянской поэзии и стихотворений Верхарна Брюсов много сделал в изучении русского языка Внес заметный вклад в исследование творчества Пушкина, Фета, Тютчева, Гоголя, Блока и других В советское время в Московском университете Брюсов читал курсы лекций по античной и новейшей русской литературе По теории стиха и латинскому языку По истории математики вел семинары по истории Древнего Востока В октябре 1924 года, не дожив до 1951 года, Брюсов умер в Москве 13 декабря 1896 года в Москве основан музей Московского городского хозяйства В основу музейного собрания легли материалы, представленные Московской городской думой На Всероссийской художественно-промышленной выставке 1896 года, проходившей в Нижнем Новгороде Музей был расположен в одной из крестовских водонапорных башен Название музея, как и его местопребывание, неоднократно изменялось С 1921 года он назывался Московским коммунальным музеем И располагался в отреставрированном памятнике 17 века Сухаревой башне В 1934 году, при реконструкции большой и малой колхозных площадей Сухарева башня была снесена Музей был перемещен в здании церкви Иоанна Богослова Подвяза С 1987 года музей имеет свое нынешнее название «Музей истории Москвы» В собрании музея богатые археологические коллекции, фонд изобразительных материалов, документально-письменные источники В музее широко представлены предметы быта, фарфор, оружие, нумизматические, фалеристические и банистические коллекции 13 декабря 1908 года в Ростове-на-Дону в семье адвоката родился актер Ростислав Янович Плят Мадам, я вас смеюсь заверить, что вы можете стать дамой высшего общества и не фан-ди-монт только, играя в бич, куя, и имея любовника Вы знаете, ну я бы все-таки хотела остаться порядочной же Оставайтесь, что вам мешает Ну как же оставайтесь, разбричны Вы знаете, вы меня что-то запутываете, я уже, я уже Поймите, совершенно неважно, будет ли у вас любовник в действительности Важно, чтобы в высшем обществе считали, что он у вас есть Это нелегкое дело С 1916 года жил в Москве, учился в девятой школе МОНО имени Томаса Эдисона куда часто приезжали со спектаклями артисты второй и четвертой студии МХАТ В 1926 году поступил в театральную студию Юрия Александровича Завадского на Сретенке В 1927 переименованную в театр-студию под руководством Завадского В том же 1927 году состоялся дебют Плята в спектакле «Простая вещь» по рассказам Бориса Лавренева Актер успешно сыграл в спектакле «Ученик дьявола» Бернарда Шоу и «Школе неплательщиков» Луи Вернейле В 1936 году Плят вместе с театром Завадского переехал в Ростов-на-Дону из-за отсутствия подходящего помещения в Москве В 1938 году Плят вернулся в Москву и до 1941 года работал в театре имени Ленинского комсомола Проработав в Московском театре драмы с 1941 по 1943 годы он перешел в театр имени Моссовета В 1940 году там главным режиссером стал Завадский, где остался до конца Ростислав Янович Плят работал и на радио Особый тембр его голоса, проникновенные интонации завораживали не одно поколение радиослушателей В 1939 году Плята дебютировал в кино Его первой картиной стал «Ленин» в 1918 году Успех Пляту принесли такие картины, как «Ошибка резидента», «12 стульев», «Визит к Минотавру», «17 мгновений весны» и многие-многие другие Скончался выдающийся артист Ростислав Янович Плят в июле 1989 года Сегодня 13 декабря, наша программа «День веков хронограф» подходит к концу И сейчас самое время узнать о погоде 13 декабря 1708 года на Полтавщине установились очень сильные морозы Зело были великие морозы, каких еще мало помнили в прежние годы Отчего немало шведских солдат пропало Так же и в наших людях от морозов было не без упадку 13 декабря 1888 года в Москве была зарегистрирована самая низкая температура воздуха Наблюдавшаяся в этот день за весь период инструментальных наблюдений Она составила 30 градусов 13 декабря 2005 года в Красной Поляне, предгорье Большого Сочи Отмечался очень сильный снег до 25 мм В Кабардино-Балкарии сильные осадки в виде мокрого снега И налипание его на проводах Диаметр отложений до 41 мм Народные приметы гласят Коли в Андреев день снег пойдет и уляжется, то еще 110 дней пролежит Народ говаривал, коли в Андреев день холодно и ясно добрая примета, а коли тепло плохая В этот день также наслушивали воду подо льдом и в колодцах Не волнуется, тихая к хорошей зиме, шумная к морозам, буранам, метелям Девушки в этот день гадают о замужестве А с вами была программа «День веков. Хронограф» и мы ее ведущие Я Юлиана Шахова И я, Юрий Смирнов Всего вам доброго Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»